Да, добрый вечер. На моих часах ровно восемь. По московскому поезду, соответственно. Поэтому время нам начинать. Так, у меня тут есть небольшие фоновые шумы. Но так как на улице достаточно жарко, закрывать окна пока не хочется. Поэтому, если будет что-то мешать, ну, говорите, тогда постараюсь решить эту проблему. Вот. Еще раз добрый вечер. Да, коллеги, давайте проведем небольшую такую техническую проверку. Техчек. Хорошо ли меня видно и слышно? Прошу какие-то плюсики или какие-то другие знаки поставить. Да, вижу. Хорошо. Спасибо, Юлия. Здорово. Тогда ничто нам не мешает начинать. И мы давайте потихонечку к нашему вебинару приступать. Ну, во-первых, давайте познакомимся. Меня зовут Андрей Чущалов. Я являюсь разработчиком в компании BILAN в департаменте больших данных. Ну, работаю, в принципе, с Java-решениями. Уже аж, наверное, где-то там с 2000 какого-то далекого второго года. И, в общем-то, все это время. Но это не означает, на самом деле, в коммерческую разработку я пришел гораздо позже. Еще позже пришел в большие данные. Если конкретно, то случилось это в 2021 году. Но зато с тех пор, так уже сказать, это мое основное направление. На нескольких достаточно крупных проектах я за это время успел поработать. Ну и, соответственно, постараюсь поделиться сегодня с вами знаниями, которые касаются того, как на SparkStrike через стриминг работать с данными в HDFS и Kafka. Значит, ну, да, соответственно, помимо моей основной деятельности, я еще являюсь по совместительству преподавателем на двух курсах в АТУСе. Это курс Data Engineer и Spark Developer. В общем, куда активно идут люди, которые пытаются именно каким-то образом начать работать с большими данными, ну, и на силу каких-то своих должностных обязанностей уже это делают. Ну и, соответственно, требуются какие-то навыки и компетенции в этом вопросе. Что ж, здорово. Значит, ну, смотрите, мы сегодня построим наш вебинар следующим образом, так скажем, да, достаточно в легкой теме постараемся с вами пообщаться. Расскажу немножко о компании АТУС. И, значит, после того, как мы с вами познакомимся, значит, приступим к основной теме нашего вебинара. Вот. И поговорим о том, что каким образом нам с SparkStrike через стриминг читать данные из HDFS, из Kafka, каким образом это все дело оформляется, да, то есть, ну, и чуть-чуть теории, соответственно, тоже мы так немножко, может быть, где-то постараюсь не очень нудно вам рассказать некоторые теоретические аспекты, вот. Но основная наша задачка будет поработать в консольке, поработаем в баше, попишем небольшие скрипты, и потом посмотрим, как все это будет ложиться на наш стриминговый контекст в Spark. Значит, ну, рассчитываю на ваше взаимное участие в нашем сегодняшнем вебинаре, а это означает, что если у вас будут какие-то вопросы, то смело можете их задавать, постараемся на них, ну, как можно полно отвечать. Ну, в силу того, что у нас, конечно, больше лекций сегодня такого обзорного плана, поэтому, конечно, до каких-то сугубых теоретических частей мы наверняка не дойдем, вот, но, по крайней мере, на курсе это достаточно подробно рассматривается теми преподавателями, которые отвечают за это направление. Значит, а тем временем, да, то есть немножко о компании Отус, ну, как вы уже, наверное, понимаете, она специализируется с компанией на обучение в IT, и фишка, как бы, она в продвинутых таких программах для специалистов с опытом, и быстрый запуск курсов по новым каким-то набирающим популярность технологий. Ну, в частности, одним из таких как раз является курс и дата-инженера, Spark Developer. Значит, среди клиентов, партнера с современно-технологичной компанией, обучение и открытый материал привлекают специалистов разных трейдов, это Junior, Middle, Senior, Elite. Отус имеет образовательную лицензию, поэтому, соответственно, курсы являются программным повышением квалификации и профессиональной подготовки, что является, как бы, считаю, неотъемлемым преимуществом в данном виде деятельности. Ну, из направлений курсов, значит, как я уже сказал, да, есть очень много разных из программирования, инфраструктуры, тестирования, аналитики, data science, да, куда относятся как раз вот те курсы, которые мы сегодня частично с вами, как бы, разбираем в одну из тем управления, разработка игр, ну, и, разумеется, информационная безопасность. Если говорить о цифрах, то курсов на отус уже больше 170, и количество преподавателей уже больше 600. Так как я уже не первый открытый урок веду, то смотрю на цифры, которые постепенно растут, и, в принципе, да, так оно и есть, то есть популярность площадки набирает соответствующие обороты. Ну, соответственно, у нас уже практически больше 38 тысяч выпускников, которые прошли курсы на отус, и я, кстати, являюсь одним из них. Именно как раз по результатам обучения, да, то есть и наличие соответствующих, как бы, проектов, которые позволили совместить и теорию, и практику, да, то есть это как раз открывает возможности работы, в частности, и в вот компании отус. Значит, ну, окей, будем считать, что где-то приблизительно мы с вами вступительную часть сделали, да, то есть, ну, и давайте теперь потихонечку говорить про стриминг, да. Какие основные цели именно в контексте нашей сегодняшней с вами темы? Ну, самое основное, да, это разобраться с особенностями работы Spark Streaming, с различными источниками данных, ну, конкретно мы же два рассмотрим сегодня, и рассмотреть примеры доступа к данным с помощью Spark Streaming. Ну, также посмотрим на вспомогательные инструментарии в этом отношении, ну, и потихонечку начинаем. Итак, Spark Streaming App. Ну, вообще, что такое Spark Streaming, да, то есть, ну, если вы откроете схемку непосредственно со странички документации Spark, да, вот увидите приблизительно такую вот вещь. И что такое Spark Streaming? То есть, это компонент Apache Spark, который позволяет обрабатывать потоковые данные в режиме, ну, не буду говорить реального времени, потому что к Spark это точно не относится, к Spark Streaming, но, по крайней мере, близком к реальному времени режиму. Соответственно, он представляет такой высокоуровневый аппи для работы с потоковыми данными и обеспечивает все Spark-овые фишки, такие как отказоустойчивость, масштабируемость, возможность интеграции с другими компонентами Spark. Ну, это мы уже, да, с вами как бы видим, да, то есть, на более детальной, в принципе, та же самая у нас получается с вами диаграмма, только чуть более детальная, да, то есть, что Spark у нас получает данные из какого-либо источника, да, образует некий такой формат, который называется входной поток, data stream, и, соответственно, у нас ресивер, да, то есть получатель получает данные из какого-то источника соответствующим образом, а дальше уже, как мы видим, если вообще кто-то, ну, знаком с Spark, со Spark и раньше с ним работал, да, что это вообще такое, да, то есть Spark это фреймворк распределенных отчислений. То есть, соответственно, если у нас с вами данные лежат в каком-то статическом формате, да, то есть это база данных или какие-то файлы или еще что-то, да, то есть это так называемая батч-обработка, да, то есть данные эти вычитываются, распределяются, значит, ну, точнее, там, в зависимости от того, как у вас устроен кластер, да, то есть соответствующие кластерные вычисления у вас над либо статическими данными, да, то есть тогда это считается батч-обработка, либо если у вас данные поступают в режиме стриминга, да, то есть режиме такого реального времени, то это получается как раз уже такая стриминговая обработка, да, то есть, но сама по себе обработка, именно из-за чего и Spark structuring, стриминг он называется, да, то есть структурированный, то есть так как все данные, они формируются именно в формате дата-фреймов и дата-сетов, а это стандартная структура, с которыми Spark производит, ну, стандартные вычисления, не зависит от того, батч, это или стриминг, так или иначе, да, то есть все, что он получает в стриминговом режиме, ровно таким же образом, как и батч-обработка, а, соответственно, со всеми теми плюшками, которые доступны при батче, идут в обработку и стриминговые данные, ну, и, соответственно, потом все те же возможности по сохранению результатов этой стриминговой обработки, сохранения как в HDFS, в базу данных, в Kafka, ну, или какие-то другие источники. Значит, что тут еще, да, то есть про основные особенности Spark-стриминга можно сказать, да, то есть вот, ну, наверное, самое основное, что вы должны запомнить, это именно структурированные потоки данных, да, Structure of Streaming, он именно так и называется, значит, соответственно, как я уже сказал, в основе лежит именно дата-сет и дата-фрейм, а структурированные потоковые данные, да, то есть они обеспечивают именно более простой и понятный API для работы с потоками, то есть человек, который уже занимался со Spark, да, и понимает, что такое батч-обработка, совершенно спокойно может перейти и в стриминговую обработку, так как, в общем-то, первые задачи обычно, да, то есть, ну, если, конечно, вас уже не сажают прямо на конкретный, какой-то там стриминговый проект, да, то зачастую, да, то есть все-таки батч-обработка, она как-то, так скажем, более распространена, если мы говорим именно вот про такую чистую Spark-овую часть. Значит, здесь надо сказать, что в этом API у нас поддерживается обработка данных с семантикой Exactly Once, режим доставки, понимаем, да, то есть обеспечение, то есть именно точно однократной такой семантики, да, то есть когда у нас данные обрабатываются именно один раз, поддержка в Spark и про это есть. Что такое, да, то есть у нас еще мы говорим о непрерывных потоковых запросах, так называемых Continuous Streaming Queries, собственно, это такая новая функциональность, да, непрерывных потоковых запросов, которые поддерживаются в Spark Structured Streaming. Он позволяет выполнять все запросы с низкой задержкой Slow Latency и получать результаты в режиме, ну, практически реального времени. Ну, и, соответственно, поддерживает обработку данных с минимальными задержками, ну, надо сказать, что вплоть до миллисекунд, хотя иногда и этого бывает много. Ну, говоря про Spark Streaming, мы не можем не упомянуть об интеграцию с другими инструментами и, ну, например, такие как патч Kafka, да, то есть улучшенная интеграция с этим инструментом, ну, такой достаточно популярной платформы, да, для потоковой передачи данных, потому что Kafka, мы знаем, для чего используется, да, то есть это такой, ну, как бы, доставщик таких сообщений, да, то есть фактически непрерывных и интегрируется с такими там сервисами, да, которые непрерывно там транслируют какую-то информацию, ну, например, информация о геопозиционировании или каких-то финансовых транзакций или показы рекламы, ну, или что-то в этом роде. Примеров, на самом деле, может быть куча в зависимости от проекта. Надо также сказать, что существует поддержка новых функций Kafka, таких как транзакции и та же самая, вот, кстати, Exactly Once, как это, политика доставки сообщений. И еще о чем можно сказать про Spark Structured Streaming, да, то есть это поддержка джоинов, то есть таким образом, как вы можете соединять различные датасеты и датафреймы в батч-обработке, да, то есть совершать вот эти вот SQL Joins, точно так же Spark может работать и со стримами, то есть выполнять так называемый Stream Stream Joins, то есть объединение потоков данных в реальном времени. Что здесь, да, то есть, ну, если мы говорим про соединение, про джоины, да, то есть поддерживают три типа джоинов. Ну, стандартные это Inner Join, Arter Join и Semi Join. Значит, дальше. В Spark Trimming можно говорить об управлении состоянием, и это очень важная штука, которая называется Stateful Operations. Здесь мы говорим о некоторых расширенных возможностях управления состоянием потоковых вычислений. Ну, например, это поддержка сохранения и восстановления состояния при сбоях или перезагрузки вашего приложения. Помимо этого, существует интеграция с такими библиотеками, как MLIP, машинное обучение, ну, и, соответственно, графовый компонент Spark это GraphX. Возможность использования, соответственно, этих библиотек в потоковых приложениях, да, то есть тоже в некоторых случаях это несомненный плюс. Ну, почему, да, потому что позволяет выполнить задачи машинного обучения, анализа графов, ну, в реальном времени, да, то есть что, в общем-то, может быть иногда необходимо и интересно. Вот. Что касается мониторинга, отладки, то здесь уже, вот, начиная с третьей версии, Spark, лучшие возможности по мониторингу и отладке потоковых приложений присутствуют. Ну, и, собственно говоря, представляются метрики и инструменты для отслеживания производительности и диагностики проблем. Ну, так или иначе, да, то есть мы можем констатировать, что Spark нам предоставляет достаточно мощные и гибкие возможности для обработки потоковых данных в реальном времени. Сочетает в себе простоту использования, высокую производительность, богатый набор функций, ну, что, собственно говоря, и делает его достаточно популярным среди потоковых приложений на платформе именно Apache Spark. Так, ну, поехали дальше. Значит, если мы разговариваем про Spark Structured Streaming, то самое основное, о чем мы должны сказать, да, то есть это та структура, на которой весь этот стриминговый сервис, ну, для API, да, скажем так, построен в Spark. И в этом контексте, да, обязательно рассмотрение так называемых discretized streams или сокращенно D-streams. Это основная абстракция в Spark для представления потоков данных. D-стримы представляют собой непрерывный поток данных, разбитый на небольшие порции. Ну, вот приблизительно, как у нас с вами это показано на диаграмме. Вот эти вот небольшие порции называются микропакетами, так называемые микробатчи, и на самом деле в этом кроется как раз то, почему Spark Streaming не является в прямом смысле real-time обработчиком данных, да, потому что все равно небольшие батчи, да, то есть некоторый набор, скажем так, строк, да, он присутствует, и этого набора Spark как бы дожидается вне зависимости, да, там, какое время мы ему задаем, так или иначе, да, то есть мы говорим о микробатчах. И, соответственно, каждый микропакет содержит, ну, некую порцию данных, поступивших за определенный интервал времени. То есть раз какой-то интервал времени есть, то, соответственно, этот интервал не участвует в обработке данных, да, а именно в его сборе. Значит, ну, можно сказать, да, то есть что он представляет собой непрерывный набор RDD, и каждый RDD, да, соответственно, наши содержат данные за определенный интервал. Значит, как они работают вообще, да, то есть первое, ну, во-первых, это получение данных. Данные поступают из источников таких, как Kafka, Flume, HDFS, сокеты и тому подобное, базы данных. Значит, данные разбиваются на микропакеты с заданным интервалом времени. Ну, например, каждого, ну, 10 минут, не важно. Значит, и как раз создается DStream. Полученные микропакеты данных преобразуются вот в этот формат DiscretizeStreams. После этого, да, то есть, ну, мы считаем, что DiscretizeStreams вот это представляет собой распределенную последовательность RDD. Вот как раз здесь они, собственно говоря, и указаны. Значит, каждый RDD, DStreams соответствует микропакету данных за определенный интервал времени. Ну, как сказать, да, то есть, после этого начинается обработка. Ну, к DStreams мы можем применять абсолютно различные операции, такие как Map, Filter, ReduceByKey и тому подобное. То есть, вот все, что у нас для бачей используется, мы все то же самое можем использовать и для стримов. Соответственно, операции выполняются параллельно на кластере Spark, и результаты обработки этих стримов также представляются в виде новых DStreams. То есть, как результат работы обработки RDD у нас, новый RDD, так у нас результат обработки DStreams, новый DStreams. Самое интересное, что здесь может быть, да, то есть, это как раз все, что связано с возможностями вот этого вот потокового, потоковой обработки, а зачастую мы потоковую обработку не можем осуществить без некоторых внутренних временных границ. Вот эти временные границы называются окнами. Так вот, DStreams, да, ну, будем называть их просто вот эти потоки, да, то есть, поддерживают операции с окнами. Виндовые функции, позволяющие выполнять агрегации и вычисления над скользящими окнами данных. Сейчас мы это попозже чуть-чуть рассмотрим. У нас там есть по этому поводу отдельный слайдик, вот, но так или иначе, да, то есть для того, чтобы со всем этим работать, окна, в принципе, практически всегда нам нужны. Ну, если, по крайней мере, мы хотим какие-то агрегации и тому подобное, то за какой-то период времени, то они иногда даже, ну, собственно, необходимы. Ну, и вот результат, да, то есть результат обработки, то есть вот здесь вот конечная стрелочка, да, это они могут быть выведены в различные приемники, как мы уже разговаривали, файловые системы, базы данных, любые внешние системы и тому подобное. Значит, ну, и да, кстати, по поводу самого основного, из-за чего Spark очень популярен, да, это отказоустойчивость и восстановление. Вот Spark Streaming обеспечивает отказоустойчивость за счет сохранения мета-данных вот этих UD-стримов в отказоустойчивом хранилище, таком как HDFS или S3, ну, как бы с помощью своих технологий, да, то есть в случае сбоя, соответственно, узла или отказа системы, Spark Streaming может восстановить состояние стримов и продолжить обработку с последнего успешно обработанного микрофокена. Вот, то есть таким образом, да, если подытожить, то вот эти вот D-стримы – это простой такой эффективный способ обработки потоковых данных в Spark Streaming. Соответственно, позволяют выполнять операции над потоками данных, используют привычные операции Spark, такие как Map, Reduce, Join и прочее. Соответственно, да, все, что для Spark характерно, отказоустойчивость и масштабируемость, все это про стримы в том числе. Значит, ограничения. Когда мы выбираем какое-то структурное, архитектурное, точнее, решение, мы сразу должны определиться, да, вообще Spark Streaming как технология, она нам подойдет или не подойдет. Вот когда мы об этом думаем, да, то есть построим какую-то архитектуру, то мы должны с вами на несколько моментов обязательно обратить внимание. Все они, на самом деле, перечислены здесь на слайде. Давайте посмотрим, да, то есть это ограничение, во-первых, по времени пакетов, единый интервал для разных платных потоков. Соответственно, да, нет поддержки времени событий, есть только время обработки. Ну, если вы внутри события как-то это не обозначаете, да, то, соответственно, понять, да, время в основании событий будет практически невозможно. Значит, недостаточная поддержка дата-фреймов, дата-стетов в некоторых аспектах. Нет триггеров, которые могли бы определяться пользователям, да, то есть при каких триггерах, то есть это набор, скажем так, условий, при которых будет осуществляться, да, там, сбор данных, да, то есть интервалы окон предопределены, да, то есть и не зависят от времени события или времени обработки. Ну, и, соответственно, нет обновлений, то есть каждое событие атомарно нет обновлений предыдущих значений, да, вот. Ну, в принципе, это логично. Давайте немножко поглубже, да, в это заглянем. То есть задержка, то есть из всего этого, да, то есть мы понимаем, да, во-первых, ограничение по времени, да, задержка обработки. Уже сказал, да, что мы обрабатываем микропакетами. Соответственно, каждый микропакет у вас в любом случае будет иметь задержку обработки. Поэтому для прям вот real-time, да, то есть Spark Streaming к вас, скорее всего, не подойдет. Минимальная задержка обработки зависит от размера микропакета и времени, необходимого для его обработки. Соответственно, здесь еще нужно и при определенных условиях будет попытаться что-то вычислить. Соответственно, если требуется обработка, например, каких-то данных с очень низкой задержкой, например, в миллисекунду, Spark Streaming, ну, соответственно, вам может не подойти. А что может подойти и что, ну, там всегда можно рассматривать параллельно, да, там такие фишки, как, ну, например, патч-фильм, который вам некоторые вещи поможет решить. Второе. Значит, что еще здесь неявно, да, то есть потребление ресурсов. То есть вот, смотрите, Spark Streaming требует выделения достаточного количества ресурсов, например, памяти, ядер процессора для обработки потоковых данных, потому что, ну, необходимо учитывать объем поступающих данных и настраивать кластер Spark соответствующим образом, чтобы избежать проблем с производительностью и стабильностью. То есть если вы с бачами обязательно должны фактически высчитывать те объемы, которые обрабатываются, да, где-то на экзекьюторах, то ровно тем же самым вы должны заниматься и в Spark Streaming. Значит, следующее, да, то есть порядок данных, вот, из всего этого, да, что это нам говорит, да, то есть что Spark Streaming гарантирует обработку данных в пределах каждого микропакета, но не гарантирует сохранение порядка между микропакетами. То есть если требует строгое сохранение порядка данных, необходимо реализовать дополнительную логику. будет обязательно, да, в приложении или использовать другие механизмы, ну, ту же Kafka, например, да, с гарантированным порядком сообщения. То есть в Spark'е вы это из коробки, что называется, не получите. Следующее, да, то есть вот что отсюда еще тоже следует. По поводу состояния. Значит, Spark Streaming поддерживает управление состояниями, то есть это вот так называемый стейпфл, да, про который мы с вами говорили. Ну, необходимо учитывать, что состояние хранится в памяти экзекьюторов на Spark'е, да, то есть на кластере, точнее, да, то есть и при большом объеме состояния или длительном времени хранения каких-то состояний, ну, повышенное потребление памяти, да, то есть и это может в некотором роде стать вашей проблемой, потому что, ну, сохранение этих состояний требует для большого количества данных, в общем-то, большого количества ресурсов памяти в данном случае. Ну, соответственно, необходимо вам тщательно продумывать стратегию, да, управления состоянием, при необходимости использовать какие-то внешние хранилища, такие как Apache Cassandra, Redis, ну, в общем, буферные системы, да, которые могут являться, ну, так называемым кэшем внутри вашей системы. Значит, по поводу обработки сбоев и перезапусков. Тут тоже, смотрите, хотя Spark Streaming обеспечивает нам отказоустойчивость именно в том контексте, в котором Spark ее нам преподносит, необходимо учитывать сценарии сбоев и перезапуска приложения. Ну, например, да, при перезапуске приложения после сбоя необходимо убедиться, что состояние восстанавливается корректно и обработка продолжается с последнего успешно обработанного микропакета. То есть чисто технически, да, если у вас в системах связаны с какими-то штуками, завязаны на уникальности, ну, не дай бог, там какие-то, например, финансовые операции, там, или еще что-то, то здесь вам, возможно, придется дописывать какую-то дополнительную логику внутри вашего приложения, потому что, ну, по крайней мере, следить за этим необходимо, что если объем данных, которые необходимо было сохранить, у вас восстановилось. Значит, по поводу интеграции с внешними устройствами, точнее, системами, не устройствами, а, да, приложениями и системами, то есть Spark Streaming интегрируется спокойно с между системами, такие как Kafka, Flume, базы данных, но необходимо учитывать особенности и ограничения этих систем при разработке ваших приложений. Ну, например, при интеграции с Kafka необходимо правильно настроить параметры потребления и обработки сообщений, чтобы избежать, опять же, тех же проблем с производительностью и надежностью. Ну, то есть все должно соответствовать, да, то есть и Kafka, например, да, то есть имеет иногда там колоссальную скорость и объем данных, да, то есть потянет ли у вас ваша система, да, то есть как бы вот такую вот обработку именно в режиме приближенном к реальному времени, да, то есть может быть иногда придется уходить в какие-то именно все равно бачевые темы, да, то есть когда Kafka, если огромными какими-то объемами пишет, да, то есть, ну, есть иногда смысл, да, то есть какие-то партиции отдельные формировать, например, там, часовые или дневные, да, то есть и обрабатывать их, ну, в каком-то режиме бачевой обработки. Вот. И, ну, по поводу мониторинга отладки, да, то есть я опять, наверное, к этому вопросу вернусь, да, то есть мониторинг и отладка приложений, да, то есть могут все-таки быть более сложными, хотя и чисто технически они присутствуют, да, и вы элементарно можете через тот же Spark UI все это дело отслеживать, но тем не менее, да, то есть необходимо настраивать соответствующие метрики, инструменты мониторинга для отслеживания и производительности, и диагностики проблем в режиме фактически реального времени. Вот. Ну, в общем, учитывая все вот эти вот ограничения, которые мы с вами обговорили, так или иначе, да, то есть можно сформировать некую систему, если Spark Streaming как таковую вас устраивает для выполнения ваших задач, то чисто технически, разумеется, настроить все можно. Значит, по поводу источников данных мы, в принципе, тоже уже обговорили, но давайте, если конкретно, да, то есть это, во-первых, могут быть файлы, чтение файлов из каталога, как поток данных. Это, кстати, достаточно редкий случай, вот, но именно сегодня мы с вами его конкретно и посмотрим. То есть, ну, CSV, JSON, OR, Parquet, то есть все это как бы настраивается, то есть можно натравить стриминг на какую-то конкретную папочку, и он будет отслеживать появление там каких-то файлов, да, совершать над ними какую-то обработку. Второй источник – это Kafka, тоже ее сегодня обязательно поглядим. Третий – сокет, и четвертый и последний используется в основном для тестирования. RateSource, так называемый, генерирует данные за одним количеством строк в секунду, каждая запись содержит метку времени и значения, количество сообщений, начиная с нуля. Вот. И, значит, давайте еще тоже, еще немножечко провоконные операции, как я, перед тем, как мы уйдем практику сразу, да, потому что у нас уже, да, полчасика времени прошло. Значит, провоконные операции, да, то есть тоже хотел бы немножко подробнее проговорить, да, то есть вот как они работают. Ну, во-первых, на определение времени события. Каждому входящему событию в потоке данных приписывается, ну, какая-то временная метка, представляющая время, когда это событие произошло. Хотя на самом деле, фактически, да, то есть когда это событие получено. То есть, соответственно, это время событий используется для группировки событий в окнах. Второе. Что вообще такое окно? Окна определяются на основе времени события. То есть вы можете указать размер окна, например, 10 минут, 1 минут, 5, ну, в общем, сколько угодно, да, и интервал сдвига, например, каждые 5 минут. Размер окна определяет временной интервал, в течение которого события группируются вместе, а интервал сдвига определяется, как часто окна сдвигаются. Ну, и за счет этого, да, там окна могут накладываться, да, там скользить друг за другом, ну, и тому подобное. Есть много разных вариантов построения вот этих вот оконных систем в зависимости от того, какую задачу вам необходимо сформировать. Значит, следующее, да, то есть группировка событий по окнам. Входящие события группируются в соответствующие окна на основе их временных событий. Каждое событие попадает в одно или несколько окон в зависимости от размера окна и интервала сдвига. Ну, понятно, что если у вас окна накладываются друг на друга, то одно событие может попасть, например, сразу в два окна. Следующее, обработка окон. Когда окна, когда окно заполняется, событиями Spark применяет указанные операции, которые вы там пишите, как к дата-фрейму, к дата-сету, к событиям в этом окне. Это могут быть агрегации, такие как подсчет событий, вычисление среднего, да, там вот все, что у нас, все функции, которые существуют, да, вы чистотехнически можете к этому окну применить. Ну и следующее, да, то есть это генерация результатов. После обработки окна Spark прим генерирует результаты для этого окна. Результаты, соответственно, вы дальше сохраняете в базу данных. Пайл там еще куда-то выкладывает, ну, вплоть до того, что можно просто вывести на экран. Ну и, соответственно, по поводу сдвига окон, да, еще скажу, что когда наступает время сдвига окна, Spark streaming заведяет окно на указанный интервал, который вы там им указали. Соответственно, новые события попадают в новые окна, а старые окна соответствующим образом у нас удаляют. Вот. Есть ли какие-то вопросы? Так, сейчас я пока буду переключаться между окнами, потому что, к сожалению, наша система не поддерживает мультиоконную демонстрацию, поэтому сейчас надо будет несколько раз перепроверить. Так. Ну, вроде похоже. Так. Что мы имеем? Значит, я сейчас нахожусь в облаке Яндекса и сделал там, ну, такой небольшой кластерок. Ну, самый простой, простой из двух машинок, самых, что называется, дешевеньких, потому что нам нужен кластер для того, чтобы запустить нашу систему. Вот. А, в принципе, никакой производительности нам сейчас не надо, да, то есть, но при всем при этом, да, мы всю кластерную, весь кластерный функционал мы с вами посмотрим. Значит, соответственно, да, значит, начинаем мы с того, ну, так как КАФКУС пока не рассматривали, да, поэтому давайте мы на две части разобьемся. То есть, первое, что нам нужно сделать, так, ой, я сбросил Пайт, очистим, вернемся, так. Ну, и давайте потихонечку, то есть, что, смотрите, то есть, нам, у нас есть HDFS, пока, собственно говоря, такой пустой, да, то есть, ну, HDFS, тут фактически две машинки. Мы можем увидеть, да, то есть, что тут у нас есть на нем, да, это три папочки, да, то есть, поэтому давайте сделаем, да, даже ничего делать не будем, мы сейчас все сделаем в своем скрипте. Вот, давайте попробуем написать такой небольшой скриптик, назовем его test.sh, да, то есть, ну, и, собственно говоря, сделаем его на баше, бин баш, сделаем, чтобы у нас, если у нас какие-то ошибки он отваливался. Значит, что мы будем делать? Есть такая простенькая задачка, она называется подсчет слов, то есть, когда к нам на вход приходит какая-то строчка из каких-то, ну, отдельных словечек, которые, ну, например, разделены там пробелами, да, то есть, нам их нужно, например, разделить, да, то есть, сделать под ним такую статистику, то есть, сколько каких слов, да, у нас упало с вами, ну, как бы вот в файлике, да, то есть, в наш датасет, ну, то есть, грубо говоря, определим некий набор слов, да, то есть, у меня, кстати, здесь есть, сейчас я прям скопирую, чтобы времени не тратить, значит, просто буду пояснять, да, то есть, что я делаю, то есть, в основном буду делать copy-paste, ну, так как у меня заготовка уже есть, да, то есть, ну, чтобы вам было понятно, как мы это все дело формируем, я буду его оставлять не сразу, а по частям. Итак, предположим, да, то есть, введем 10 слов, то есть, от 1 до 10, значит, и что сделаем, да, то есть, еще введем некий путь, куда мы будем складывать наши, как бы, итоговые данные, да, то есть, на IBDFS это будет папочка user, center, сам тест, ну, какой-то тест, да, значит, что нам надо будет сделать, нам надо будет, ну, при каждом запуске, хотя, конечно, мы запускать будем всего один раз, я надеюсь, ну, удалить старую папочку, создать новую, я, значит, не рассказываю шибко про методологию, да, то есть, потому что rm знакомая командочка, если вы работаете вообще с консолькой, да, то есть, rm удаление, mkdir, да, то есть, это создание, и минус p, то есть, чтобы мы сразу целиком путь прописывали, без учета наличия заранее родительских каких-то папок. Итак, поехали, да, то есть, что нам надо сделать? Ну, во-первых, нам надо некий цикл, да, сформировать, то есть, ну, допустим, мы по одному файлику будем выкладывать раз в минуту, соответственно, нам нужен цикл от одного до тридцати. Значит, внутри этого цикла, да, то есть, ну, мы будем генерировать файлики, и, соответственно, каждый этот, после генерации каждого файлика мы будем, ну, давать, что называется, поспать ему там минутку. Минутку. Мне очень нравятся такие большие пробелы. Так. Ну, ничего, сейчас у нас тут срочек немного. Да, то есть, и, значит, будем показывать, да, то есть, а какой вообще мы файлик сейчас генерируем. Значит, будем выводить вот этот вот джин, да, как нашу итерацию, то есть, и будем формировать файлик с именем тест подчеркивания номер итерации, да, то есть, номер минуты, в котором он был генерирован, ну, и, соответственно, после этого будем выкладывать его на HDFS. Да, то есть, на HDFS мы выкладываем одной командочкой, да, то есть, это HDFS, да, DFS, путь, тот файлик, который мы хотим туда забахать, да, и путь, по которому, да, то есть, это датапасс, это юзера с именем тест, да, то есть, теперь сам файлик надо там сгенерировать, да, то есть, ну, если, может, кому-то это, в принципе, интересно, да, то есть, ну, допустим, что мы будем делать, то есть, мы генерируем, опять же, что ж такое он как-то нехорошо делает, так, иду, да, значит, искать, какой настырный, значит, что мы делаем, да, то есть, мы сформируем некий массив значений из того блока данных, который у нас есть, то есть, у нас есть вот эти вот слова от 1 до 10, что мы делаем? Мы с помощью башовой программки, которая называется шафа, она, в общем, нам выдает 3, ну, в общем, перемешанный список, да, и из этого перемешанного списка она нам выдаст 3 слова, то есть, каждая строчка в этом файлике у нас будет 3 случайных перемешанных слова от 1 до 10, понимаем идею, да, то есть, что мы туда запишем в этот файлик? Следующую строчку. Значит, мы запишем, значит, номер строчки внутри файла, то есть, это i, который у нас пойдет от 1 до 10 тысяч, значит, ну, и после этого три слова через запятую, то есть, это будет 1, там, например, 10, 7, 1 через запятую, 2, там, ну, в общем, давайте сейчас посмотрим, что из этого, в общем, получится. Этот мы сейчас запустим, так, ну, чтобы он тут нам начал писать, да, поэтому мы еще и в другое окошечко потом перепрыгнем. Так, давайте, во-первых, дадим возможность запуститься. И попробуем его запустить. Надеюсь, все будет. Небольшая пауза, так, да, вот он нам пошел генерировать файлы, значит, тест 1, да, после, там, через минуту будет тест 2 и так далее, то есть, нам нужно с вами, да, то есть, еще одно окошечко. Так, вот я открыл новое окошечко. Сейчас мы в него перепрыгнем. Так, завершим демонстрацию, новая демонстрация, окно. Так, и будет у нас новое окошечко. Значит, я туда же иду, в SSH. Так, и адрес. Отсюда скопируем. Каждый раз у нас красный. Вот. Значит, теперь я посмотрю, что вы это все видите, чего я делаю. Так. Значит, что у нас здесь есть? Значит, у нас генерируется файлик с именем тест номер итерации, да, то есть, сейчас он пока находится в режиме генерации, да, то есть, поэтому он присутствует, да, то есть, мы помним, что мы его, грубо говоря, удаляем в конце, то есть, чтобы не засорять нам диск, да, то есть, он сейчас отсюда уйдет. Вот, а мы посмотрим на HDFS, что у нас там находится. User, Center, сам тест, да. У нас там должно быть сейчас один файлик, уже два. Значит, отлично. Теперь вот эти два файлика, да, ну, кстати, что они из себя представляют, давайте посмотрим, да, то есть, можем сделать HDFS, HDFS, HEAD. Значит, и вот этот вот файлик, да, например, второй. Чтобы было понятно, с чем мы работаем. Он нам несколько строчек из этого файлика вывел, да, то есть, ну, вот как я говорил, то есть, у нас есть одна, там, ну, точнее, 10 тысяч строчек, да, то есть, и каждый из них составляет что? То есть, порядковый номер, там, один, да, то есть, и каких-то три случайных числа, да, которые в словарном выражении через запятую мы указываем. Ну, теперь давайте смотреть, что мы можем с этим сделать. Выпускаем SparkShell. Так, собственно, загрузится. Ну, не очень производительно. Ну, тем не менее, сейчас он придет в себя. Вот он нам уже сформировал SparkContext в виде переменной SC, да, то есть, и Sparkовую сессию в виде переменной Spark. Значит, соответственно, через эти переменные мы имеем доступ ко всей инфраструктуре наших распределенных с вами вычислений. Перед тем, как ими воспользоваться, да, то есть, я напомню, что у нас там крутится файлик, да, то есть, и он, то есть, постепенно нам забивает необходимые данные. То есть, импортнем такие переменные, точнее, объекты, как триггер-энкодеры. Для чего? Для того, чтобы нам сделать, во-первых, сделать класс, который нам нужен, да, то есть, вспоминаем, да, то есть, что у нас там, структура какая. То есть, айдишник внутри каждого файлика, да, и какое-то значение, то есть, ну, назовем FBL. Сделаем кейс-класс, который будет отвечать этой структуре. Ну, и, соответственно, чтобы нам вот этот кейс-класс использовать в виде, как это сказать, схемы для тех данных, которые мы сейчас будем читать через спарковый интерфейс, нам нужно сделать именно схему, да, то есть, схему будем делать через энкодер продукта, и, соответственно, вот таким образом, то есть, как бы схема у нас родится. Вот. Схема родилась, и теперь что нам нужно сделать? То есть, давайте определим, да, то есть, теперь как нам читать. Значит, для этого, значит, буду писать, чтобы все было понятно. Ну, назовем переменную hdf-стрим. hdf-стрим у нас будет обращаться к стандартному интерфейсу Spark-стрима. Spark-read-стрим. То есть, и через read-стрим вы обращаетесь к тому, к той части API Spark, который отвечает за работу, за чтение стримов. Ну, соответственно, так как мы с вами родили схемку, нам нужно теперь указать эту схемку. Соответственно, схема у нас будет в виде нашей схемы, да, которую мы здесь сделали. Значит, после этого давайте укажем некоторые опции нашего CSV-шника. Так, только точечку я здесь не проставил. Что мы говорим, да, то есть, что он будет автоматически подтягивать, ну, это, кстати, лишнее, да, потому что мы схему определяем, поэтому вот эта штука нам не нужна. Так, значит, дальше, да, то есть о том, что у нас header, то есть заголовок в CSV-шке отсутствует, да, то есть, а разделитель между полями, да, у нас точка с запятой. Значит, отлично. И после этого мы указываем, то есть, откуда мы будем читать. Так, да. Что-то не туда ставил. Будем вставлять вот сюда, конец. Ну, и теперь, да, то есть, чтобы нам, как бы мы же понимаем, что у нас там в качестве value, да, идет, ну, некий набор слов, который там разделен у нас запятой. Соответственно, нам эта запятая не нужна, да, то есть, нам нужно разделить эти слова, поэтому мы делаем select, id-шник, значит, и следующее, да, то есть, explode. Будем использовать метод для того, чтобы все, что у нас там есть, там 1, 2, 3, там 3, 5, 7 и так далее, то есть, разделить. То есть, и в результате у нас будет строчка один, там, слово, один слово, другое, там, ну, и так далее. Ну, в общем, сейчас мы увидим, что оно у нас будет из себя представлять. Значит, value мы будем разбивать, у нас там все через запятую, так, назовем эту колоночку work, слово, дальше сделаем группировку, groupby по этому полю, work, ну, и сделаем какую-то агрегацию, а агрегация нам нужна очень простая, то есть, мы подсчитаем, сколько в каждом вот этом новом, я не буду говорить в файлике, потому что мы будем, а, ну, сейчас мы не будем пока делить по окнам, да, то есть, просто, в принципе, да, то есть, изменение, которое он прочтет, да, то есть, с появлением каждого нового файлика, то есть, он нам покажет приблизительно, сколько каждого слова там у нас будет прибавляться. Значит, для этого мы сделаем count, work, ну, назовем это total, да, то есть, колоночку, которая у нас новая сформируется, значит, ну, и еще давайте, чтобы нам было интересно, да, то есть, например, where, где, сделаем фильтр, да, то есть, мы не будем, точнее, наоборот, будем брать только те слова, извин, только те, которые у нас one, five давайте попробуем, получится, учился, значит, мы определили тот порядок трансформации данных, который будет применяться каждому микробатчу, то есть, эта штука идет вот как раз с ключевого слова select, да, то есть, мы будем выбирать две колоночки, ну, они, собственно говоря, все и есть, да, то есть, но единственное, что мы будем сплитовать то, что у нас в одну строчку, то есть, мы будем теперь из каждой строчки делать три строчки, назовем эту колоночку work и сгруппируем по этой колонке, да, плюс соберем статистику в виде агрегации по количеству данных слов, причем отсортируем только те, которые у нас один, пять и десять, вот теперь всю эту штуку нам надо запустить, вот, чтобы ее запустить, HDFS stream, сгруппируем, потому что группировка здесь нужна, как бы, обязательно, по уменьшению, точнее, ну да, по уменьшению, так, и дальше, значит, делаем уже доступ к, что мы с этим стримом, да, то есть, будем делать, то есть, мы от стрим, и я, а не стринг, будем записывать, да, то есть, во-первых, чтобы указать, куда, да, то есть, сейчас мы будем просто вводить это на экран, консуль, обозначим output node, будем полностью, с накоплением, complete, а дальше указываем триггер, то есть, как часто наш стрим будет вычитывать данные, вот этим тайм, укажем ему, ну, например, 30, ну, и чтобы все это запустить, нам нужно ключевое слово, старт, и, в принципе, все, значит, нам теперь, даже, грубо говоря, консолька отдала управление обратно, да, то есть, но теперь мы видим, что у нас пошли процессы, и, ну, к сожалению, за счет того, что машинка сама по себе не очень производительная, которую мы, ну, я, точнее, создал в кластере, да, то есть, она, наверное, не будет укладываться в 20 секунд, и он сейчас, наверное, будет на это даже немножечко ругаться. Вот, значит, смотрите, да, то есть, у нас уже к нашему времени, так как у нас 10 тысяч, 10 тысяч строк в каждом файле, причем, получается, этих файлов уже, то есть, в каждом файлике, соответственно, по 30 тысяч файлов, по 30 тысяч слов, да, то есть, ну, и, в общем, получается, что у нас по каждой, так как 10 слов, соответственно, 3000 слов у нас возрастает с каждой итерации. Ну, смотрите, функция шаф, которую мы используем в баше, да, то есть, для формирования случайной выборки, она у нас, ну, строит такое равномерное распределение, да, то есть, у нас нет никакой там функции, которая бы меняла и делала бы эпизодическим выборку определенных там значений конкретных, поэтому и 1, и 2, и 3, и так далее, да, 10, да, у нас встречаются, ну, приблизительно с одной и той же периодичностью, да, с одним и тем же распределением. Мы это, кстати, с вами хорошо видим, да, о том, что у нас все циферки, да, которые мы видим, да, то есть, они приблизительно одного порядка. Ну, плюс-минус, это как бы уже, что называется, погрешность. Вот, а на что я здесь хочу обратить внимание, да, то есть, о том, что, во-первых, вот у нас, да, то есть, они идут, прибавляются, значит, в зависимости от того, да, то есть, сколько файликов там у нас появляется. Вот, что мы делаем? Во-первых, мы видим, да, то есть, что у нас фильтр, да, то есть, мы выбираем только единичку, пятерочку и десяточку. Вот, мы с вами все это прописали здесь в трансформации, то есть, вы видите, да, то есть, что у нас вот этот вот фильтр, вот этот вот word is in 1, 5, 10, да, вот он работает. Окей, здорово. Да, еще что здесь мы с вами видим хорошо, да, то есть, то, что у нас идет стартировка по колоночке Total, да, и идет по убыванию. То есть, самое большое число первое, да, то есть, и, соответственно, дальше оно там уменьшается. Если вдруг, да, то есть, раскладка, что называется, поменяется, что, ну, в общем-то, мало, наверное, вероятно, да, то есть, на каком-то этапе какая-то циферка выведется вперед, то, соответственно, вы будете здесь получать все равно как бы уже отсортированный порядок. Ну что ж, хорошо, это мы с вами сделали, да, там давайте теперь, ну, что называть, немножечко усовершенствуем нашу с вами систему, да, и вот то, что мы с вами говорили про окошечки, давайте попробуем сделать с окошечком. Значит, сделаем одно следующее преобразование, да, то есть мы к тому, что мы написали, все, в принципе, то же самое, только теперь мы будем делать с помощью окна, то есть модернизированный, да, то есть каждое окно, помним, у нас будет собираться одну минуту, и причем каждое окошечко у нас будет накладываться на другое окошечко, да, то есть и это наложение у нас будет 30 секундным. То есть, ну, мы понимаем, да, то есть через 30 секунд следующее окошечко, через 30 следующее окошечко, и, соответственно, у нас там некоторые элементы будут попадать сразу в два окошечка. Давайте попробуем его запустить, что мы будем видеть в результате. Значит, когда мы с вами вводим оконные функции, вот здесь уже обязательно мы с вами должны вводить понятие чекпоинта. Помним, да, потому что если вдруг у Spark'а происходят какие-то проблемы, да, то есть ему нужна возможность для восстановления. Вот всю эту информацию он будет складывать в чекпоинтах. Так, у нас с вами там работает еще старый... Пока мы тут с вами... Так, дальше. А, ну, все, в принципе, вот. Я его, собственно говоря, что называется, и запустил. Нет, не запустил. Или запустил. Да, наверное, запустил. Ну, стопорнуть его можно было через остановку Spark'а контекста. Мне, если честно, не хотелось это сделать, потому что пришлось бы там переходить в этот самый... в Spark. Вот. Ну, собственно говоря, это ничего страшного в этом нет. Так, окошечко-то мы с вами сформировали, да, то есть, ну, так. А, ну да, в принципе, все, да, все, все хорошо. То есть у нас уже с вами запустился батч, который работает с окнами. Значит, и сейчас, да, то есть, соответственно, вот у нас уже пошла информация. Значит, так как у нас, да, то есть идет набор данных, там, с предыдущих разов, да, то есть у нас, поэтому тут с вами несколько окошечек попало. Да, да, еще вот... Так, еще вообще, да, то есть тут как бы 13, 16. Так, это вообще другие окна, то есть это окна, которые... Так, давайте мы все-таки стопорнем. Нет, здесь наложились. Чекпоинт надо было удалить, потому что они еще со старого, на самом деле. Так, поэтому давайте мы сделаем вот так вот выход. паркшелл. А, ну вот. Чекпоинты вообще надо было удалить. Так, а я их не удалил. Так, ну ладно, сейчас посмотрим. В любом случае мы с вами новые данные все равно увидим. Так, значит, снова импортируем триггеры, энкодеры, создаем класс майдата и делаем схему. Значит, и дополнительные окошечки. Значит, создали HBP-стрим окном. Так, и вот этот вот просто мы уберем. Вот этот вот чекпоинт локейшн мы, я буду другой использовать, чтобы он старые данные не подтягивал. Вот. Значит, вот он сейчас пойдет нам с вами показывать определенные изменения. Значит, но с самого начала, да, то есть мы это увидеть не должны. То есть он сейчас будет в течение, там, минуты набирать данные. То есть, да, вот видите, то есть поэтому мы как бы видим пустое окно. Вот он, кстати, нам еще что здесь пишет, да, то есть current batch is falling behind, то есть выпадает за границы триггерного времени. То есть он вычитывает здесь данные, да, то есть на протяжении 21 секунды, а он 20 секунд, то есть, грубо говоря, он предупреждает о том, что наш batch выбивается из вот этого вот окна в 20 секунд, которое мы ему задали для, ну, то есть читает дольше, чем интервал между вот этими попытками. Так, сейчас я, пока он здесь идет, я пойду в другое окошечко схожу и проверю, значит, все ли у нас тут с генерацией файлов нормально. Да, да, у нас 14-й файл генерируется сейчас. Так, то есть мы должны будем сейчас начать получать данные. Тут как раз 1, 2, 3, ну, где-то с 5-го, наверное, batch мы должны будем его увидеть. С 4-го точно. Ну, вот следующий должен быть. То есть это как раз говорит о том, что, видите, то есть то, как мы ему задаем, да, то есть это не означает, что данных у него сейчас нет, да, то есть он нам ничего не показывает. Просто для того, чтобы показать, да, то есть он должен данные накопить. И вот сейчас мы видим эти данные, да, за фактически два окошечка. Вот у него окошечко 18.00 и ровно, да, то есть, ну, 18.00 – это по UTC, да, то есть сейчас вот у меня 9 часов вечера, да, то есть, соответственно, минус 3 часа – это 18.00 по UTC. Соответственно, да, то есть у нас выпадает с вами окошечко с 59.30 по 0.30 и с 59.00 по 0.30. Да, вот пока, да, у нас тут бачи собираются, с Python, ну, разумеется, да, то есть, что самое главное, у вас и техника будет практически та же самая, то есть вот все, что вы видите, да, то есть на Python там на 90% синтаксис практически тот же. Поэтому смело можете, вот, те же функции у вас, ну, будут. Вот, просто я сам, если честно, не с Python не шибко хорошо дружу, вот, поэтому, собственно говоря, мне скало гораздо ближе. Вот, ну, ладно, смысл, я надеюсь, что вы поняли, я буду это дело тормозить. Вот, соответственно, он будет накапливать, да, то есть, и мы видим, что у нас с вами, да, то есть вещи пошли, то есть вот они уже, да, то есть изменения, если в первый раз у нас с вами попал общий объем данных, да, который он, ну, обработал, да, то есть я так как задал ему папочку новую, да, там, для чекпоинта. Соответственно, все, что в папочке было, вот он нам совокупил вот во всех, собственно говоря, в двух окошечках, да, то есть дальше у нас пойдут только изменения. И мы видим, что мы по-прежнему получаем два окна, вот, видим, что мы получаем, ну, приблизительно по три тысячи каждых слов в каждом батче. Ну, собственно говоря, это все, что я, наверное, хотел показать, связанное с HDFS. Давайте потихонечку переходить к кафте. Так, я тогда отсюда выйду. Значит, и вообще мы выйдем отсюда, потому что теперь мы перейдем в некую локальную плоскость. Вот, то есть для того, чтобы вы также могли понимать, что, ну, можно локально реализовать что-то, можно там на кластере, так, сейчас я во втором окошечке тоже тут все завершу, все процессы. Так, соответственно, здесь завершаем демонстрацию, новую демонстрацию окно, вернемся ненадолго в презентажечку. Ну, не совсем, так, вот Марк пишет, не совсем улавливаю, если честно, разницу в контексте стриминга между окном и тем, что вы в первый раз запускали. Ну, как же, смотрите, то есть просто получилось так, что мы с вами делали стриминг, да, в рамках одной минуты. И, соответственно, всю статистику, которую вы видели, вы видели просто для нового файла. А во втором контексте, да, то есть вы видели не статистику для каждого файла, а статистику, которая накопилась за время окна. Вот если бы мы поставили там 5 минут, то вы бы видели статистику ту, которая накопилась за 5 минут. А в первом случае вы видели статистику фактически каждого файла. То есть файл появился, он его тут же сразу обработал. Файл появился, обработал. То есть у него триггер фактически, получается, наличие нового файла. А во втором случае, то есть у вас триггер, то есть это формирование окна, то есть некого временного промежутка. То есть если бы там появилось пять файлов, то есть вы бы и увидели статистику по пять файлов. Ну и, соответственно, разница, она именно в этом. То есть когда вы определяете окно, вы определяете временной интервал, в рамках которого вы будете делать вашу агрегацию. То есть вот. Ну да, не буду даже больше распространяться, он ему понятно сказал. Значит, давайте потихонечку переходить. Ну, лайф мы с вами посмотрели, да, в кафте. В принципе, про кафку я ничего не буду особо много тоже тут рассказывать, да, всем приблизительно, наверное, ну, если не ясно, да, то есть это система, ну, доставки сообщений, да, то есть используется, ну, в виде некого такого очереди, буфера, то есть как угодно можно назвать, да, то есть имеет систему топиков, да, то есть мы подписываемся на какой-то конкретный топик, который имеет у себя там какие-то данные определенного формата, вида, ну, в общем, то, что нам интересно. И здесь работаем точно так же, да, то есть мы определяем некий интервал, да, то есть в рамках которого мы вычитаем определенное количество данных из источника, то есть если у нас это был HDFS, что, в общем-то, не очень распространено именно с точки зрения Spark Streaming, чаще все-таки увидеть какой-нибудь флинк на этом месте, а вот все, что касается кафки, то здесь другое дело, вот здесь вы уже с этим будете, ну, с наибольшей вероятностью сталкиваться гораздо чаще. Значит, для того, чтобы запустить кафку, да, вот такой режим работы со Spark, да, вам как минимум нужно два основных параметра, да, то есть первое – это кафка Bootstrap Servers, то есть вы показываете, где у вас, в общем, да, основной кворум кафки находится, да, там сервер, да, то есть список хостов и портов через запятые, ну, и, соответственно, дальше тип вашего присоединения, то есть вы можете подписаться с помощью сабскрайба на список топиков, которые указываете через запятые, вот, ну, или можете в режиме Джейсона подписаться на некоторые конкретные темы и разделы, значит, ну, и плюс еще вы также можете подписываться, что называется, по шаблону. Читать из кафки можно практически, ну, с типом и данных, там вопросов нет никаких, можете читать все, что можно читать из кафки, ну, и, соответственно, писать то же самое. Ну, так как сегодня не про кафку речь, да, то есть про запись кафка, да, вы тоже тут, как бы, все это, в общем-то, понятно, да, то есть самое главное – вы указываете Bootstrap Server, и, в принципе, все. Топик можете даже вообще, как бы, не указывать там, ну, точнее, то, что указываете, да, там даже не заморачиваемся о том, что существует, не существует, все там в автоматическом режиме будет создаваться. Значит, давайте сразу посмотрим, что у нас поменяется. Так, вот здесь нам надо, так, сейчас я, во-первых, запущу докер, а он у меня уже, кстати, работает, да, спускать все не надо. Так, и снова переключаюсь, можно было бы не переключаться на презентажку. Завершим демонстрацию, вернемся в наш доблестный. Доблестный. Так. Надеюсь, видно, вроде видно. Так, значит, смотрим. Здесь я это все очищу, нам уже не нужно. Так, запустим кафку. Значит, для того, чтобы запустить кафку, у меня создан специальный, ну, как бы, я, мол, такой файлик, да, докер-композ. Здесь кафка. Вот этот файлик называется докер-композ, да, который мне поднимет мою структуру кафка-сервера на моей локальной машине. Что здесь внутри? Давайте посмотрим. Ну, во-первых, сервис ZooKeeper, который необходим кафке для работы. Стандартная его настройка, да, то есть, и пойдет у меня на порт, соответственно, 22.181. Значит, сам непосредственно брокер кафки. Ну, нам для демонстрации одного, в принципе, будет достаточно, да, то есть, я для этого буду использовать конфлюенсовский образ CP Kafka версии 7.1.2. Значит, он у меня тоже будет висеть на порту 29.092. Ну, в принципе, со стандартным набором настроек. Ну, и чтобы нам было поприкольнее уже не торчать там в консоли для того, чтобы писать там в топике, читать и тому подобное, покажу вам вот такую штуку, которая называется Kafka User Interface. Очень, в общем, интересная штучка для доступа к ресурсам кафки. Вот. По крайней мере, если вы локально или что-то для себя будете разворачивать, это, ну, вообще такая, ну, на мой взгляд, очень прикольная, хорошая штучка. Она у нас тоже повеснет на порту 80.99, и мы ее уже в UI там потом посмотрим. Значит, для того, чтобы это все запустить, значит, опять нам понадобятся два окошечка. Ну, я, конечно, могу сейчас это запустить в виде демонов, но мне хочется, чтобы вы все-таки логи посмотрели, как это все пишется. Докер, композ, оп. Если бы я штучку минус D запустил, да, то есть у меня бы, соответственно, все запустилось бы в фоновом режиме, и мы бы могли здесь продолжить работу. Вот. Но мне все-таки хочется, чтобы вы видели процесс, как это все происходит, что называется, от начала до конца. Сейчас у нас быстренько тут все скачается. Ну, соединение нормальное с интернетом вроде бы. Вот. Поэтому тут проблем быть не должно. Вот сейчас он подгрузит. Буквально несколько секундочек остается. И мы начнем видеть логи. Значит, сначала у нас запускается, соответственно, ZooKeeper. После этого Kafka, потому что Kafka нужен ZooKeeper. Значит, соответственно, UI уже запустят по факту запуска Kafka. Значит, ну, пусть все это запускается. Значит, я сейчас перейду во второе окошечко и вам его расшарю. Просто из-за чего, да, то есть я вот на эти логи обращаю внимание, да, то есть, ну, вы, как, если хотите в дальнейшем быть, там, ну, дата-инженерами, да, там, работать под партмой и прочее. То есть вообще все вот эти вот логи нужно уметь читать, потому что если вы будете разбираться, из-за чего у вас там в программе что-то не работает, там, или еще что-то, да, там, вы просто обязаны быть, то есть не умеючи работать с логами, да, то есть работать с любым инструментом у Apache, да, то есть неважно у Apache, вообще с любым инструментом, да, вам будет тяжело. Вот. А все, что касается кластерных вычислений, да, там, кластерных ресурсов, да, вам из-за того, что обычно UI-ка, она либо недоступна, либо она работает всегда долго, потому что это всегда какие-то удаленные сервера и тому подобное. Поэтому гораздо удобнее зачастую именно читать все в облоге какие-то, да, именно в режиме текстового формата, вот, поэтому я такой вот, ну, как бы сам человек, да, то есть я склонен работать исключительно с консолькой и не люблю никаких UI таких графических, вот, то есть, ну, и многим, по крайней мере, советую, по крайней мере, уметь с этим ознакомиться, да, там, и с этим как-то общаться. Так, давайте переключимся. Так, это же терминал, да, терминал. Так, вот, ну, давайте посмотрим. Docker PS, да, то есть что у нас здесь? Вот у нас три, появилось три сервиса. Значит, Kafka, да, висит на 29092, там, ZKipper и так далее. UI-ка нам будет доступна на порту 8099. Отлично. Теперь, чтобы запустить, ну, и работать с Kafka из Spark, значит, вы должны подгрузить соответствующий модуль, да, который, ну, коннектор, да, то есть для Kafka, который вот именно для, если мы говорим, для Scala, да, то вот он называется Spark SQL Kafka. Он есть, спокойно доступен в Maven репозитории, и для версии, ну, у меня Spark 3.5.1, версия Scala 2.12. Установлено, вот, поэтому сейчас с этой библиотекой мы запустим консольку локальную для Spark. То есть это уже не тот Spark, который мы сейчас на серваке, то есть это уже мой локальный Spark. Ну, кстати, так скажу, да, что если у кого-то Mac, да, то он через Brue спокойно тоже устанавливается Spark, вот, и можете работать очень удобно для каких-то тренировочных вещей. Вот мы видим, что у нас все зависимости подтянулись. Ну, вот, собственно, и все. Так, значит, здесь мы делаем, в общем-то, что, то есть нам здесь понадобится только триггер, схему мы уже делать не будем. Значит, импортнули триггер, и давайте теперь попробуем описать наше подключение к Kafka. Значит, смотрите, как это делается. Видим тот же самый стандартный интерфейс доступа, да, к стримингу через ReadStream. Дальше указываем формат Kafka, да, и среди опций, вот то, что мы с вами обязательно должны указать. Это Bootstrap серверс. И, соответственно, у нас localhost 29092, это порт, и будем подписываться на топик, который называется ThumbTest. Значит, используем load для формирования, так сказать, нашего... нашего стрима, значит, и теперь давайте его запустим. Так, что-то ему не понравилось, что не понравилось, давайте посмотрим. Много ошибок написал. Так, unknown topic or partition. This server does not host this topic or partition. А, это странно. Есть настрой кулкавки, чтобы его можно было автоматически создавать, но это не проблема. Сейчас я его создам. Localhost 809090. Я вам пока UI-ку, понятное дело, не показываю, значит, потому что переключаться постоянно, да, сейчас до нее мы тоже дойдем. Значит, называем топик сам тест. Количество партийции, ну, одна, понятно, create topic. Так, топик мы сделали. Так, я возвращаюсь обратно. Значит, и еще раз. Ой. Вот. Вот теперь у нас, собственно говоря, все появилось. Ну, понятно, что он сейчас будет каждые 20 секунд триггерить этот топик, да, проверять, значит, на наличие определенной там, как бы, информации. Значит, там ничего не будет. Сейчас я сделаю, ну, вы не видите, а мы потом, я потом вам покажу, как это все делается, чтобы лишний раз не переключаться. Значит, и введу ключик, назову его сам key. И value, неважно, сам value. И говорю produce message. Так, и у вас уже должно быть что-то видно. Еще пока не видно. Ну, теперь вы это увидели. Значит, я забахал сообщение ручками, значит, сейчас в топик, да, вот мы его получили. Ну, и, соответственно, если у вас есть какая-то система, да, то есть вот помимо той, ну, типа той, точнее, которая у нас с вами была, которая спамила файлики в папочку HDFS, и если у вас есть такая же система, которая будет спамить в эту же папочку, а точнее, в этот же топик на Kafka, то вы сейчас бы видели точно такие же процедуры трансформации. Значит, ну, так как у нас с вами уже потихонечку время подходит к концу, значит, что я вам хочу еще показать, да, то есть, во-первых, значит, поменяем с вами концепцию работы, да, и сделаем следующую. Следующую, то есть, что ж такое-то, тоже топик, говорит, несложен, да, скорее всего. Элегал стоит, это сам тестовый, сам датамый. Так, ну и что? Так, ну, мне кажется, что это не ошибка. Так, мы сейчас это все дело посмотрим. Ну, не суть, а, значит, конечно, жаль, что он не дает это, в общем, нормально показывать, то есть, смотрите, что я сделал. Значит, теперь я хочу, да, то есть, не просто выводить на экран, да, какую-то информацию, то есть, я хочу в топик, который я называю сам output, да, то есть, ну, понятно, тут просто тоже чекпоинты, которые я, к сожалению, не удалил. Вот, поэтому их надо было просто поменять. Ну, вот, ну, не суть важна. Я надеюсь, что нам это не поможет сейчас пройти эксперимент, провести эксперимент, точнее. Значит, что я теперь хочу сделать, да, то есть, теперь сообщение, которое мы будем посылать в топик начальный, да, который у нас сам, как он называется-то, сам тест, да, там, или как он, сейчас, одну секунду, вспомню, как он называется, на который мы подписались в самом начале, да, сам тест он называется, да, то есть, мы будем получать в него сообщение и автоматически с помощью Spark-стриминга отправлять в другой топик, который называется сам output. Ну, сделаем следующим образом. Я сначала отправлю сообщение и увижу, и мы с вами посмотрим на реакцию, которая здесь у нас с вами будет. Так, надеюсь, что ты сработаешь. Вот, а потом мы с вами переключимся уже и посмотрим на юзер-интерфейс, и уже в отсутствии, да, там, вот этих вот всех записей в консольке, посмотрим уже, как ведет себя вот в этом отношении и юзер-интерфейс. Значит, еще раз, ну, чтобы было по-другому, row 1, и some another value, aduse message. Так, у нас два сообщения. Давайте посмотрим. У нас, кстати, ничего не читается, видимо, из-за того, что как раз вот эта вот ошибка с... Так, ну, давайте я вот так вот сделаю для верности. Ну, конечно, вы, когда будете делать стриминговое приложение, то это, конечно, будет оформленное приложение в виде не вот того, что вы там в Spark Shell запускаете, да, там, или в PySpark, там, или где-то, да, то есть это будет, конечно, сформировано приложение в виде PyFile, там, если вы в Python работаете, либо джарника, да, сформированного для размещения, соответственно, в Spark Submit. Вот, там все, конечно, гораздо чуть более удобно. Значит, подгрузились. Сейчас еще разочек я все это сделаю. Значит, триггер. Так, и подписываемся на КАФКУ. КАФКО СТРИМ. Так, и вот здесь я поменяю путь. Так, сделаю чекпоинт 2. Вот, чтобы нам ничего не мешало из старых записей. Что говорит? Так, а, посидеть, так, 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 так. Ага. Опять он меня тут немножко подколол. С одной секундочку. Меняет кавычки на лету на какие-то непонятные вещи. Так, еще разочек. Должно быть все нормально. Так, вот, все, поехали. Да, то есть, ну, видим уже, да, что, как бы это просто с прошлых демонстраций, которые оставались данные, и, соответственно, они мешают, да, то есть он тогда сказал, что у него слетел оффсет из-за того, что в старых чекпоинтах осталось там кэш по старым данным. Вот, значит, что мы здесь видим, да, то есть давайте еще раз генерирую сообщение, или если оно сейчас вылетит, мы его увидим. Так, масс-старт. Уже можно что-то триггернуться, наверное, должно быть. Так, produced message. Еще раз. Row. Дала. Там надо вылетит produced message. Так. Leader not available. То ли с докером, то ли непонятно что. Ну, смотрите, вот он получил сообщение, мы видим, да, то есть вот он пишет нам топик, сам output, leader not available. Так. Это у нас уже чисто такие эти самые ошибки. Row 2. Еще раз попробую. Ну, неужели не захочет? А, нет. На самом деле он что-то сделал. Так. Окей. Значит, это удивительно, да, то есть, ну, на самом деле, все работает, значит, здесь с логами не все в порядке, поэтому давайте сразу тогда переключимся на UI-ку, и тут мы, что называется, все с вами увидим. Да, уже под конец вечера, я прошу прощения немножко, видимо. Так, вот она UI-ка. Значит, смотрите. Топики, которые у нас с вами сгенерировались, да, то есть вот они, собственно говоря, да, то есть сам тест, который мы с вами задали, и сам output, да, то есть это куда мы пишем с вами через наше приложение, которое сейчас у нас работает, как оказывается. Вот. Но, тем не менее, да, то есть чтобы это проверить, давайте что мы сделаем, да. Во-первых, ну, все сообщения, да, которые мы сюда запускаем, вот мы их видим здесь, да, то есть и сейчас можем новое сообщение спродюсировать. Давайте это сделаем, да, то есть new напишем уже, да, то есть message key, да, там, и some data to send to output. Produce message. Значит, он нам пишет, что message successfully sent. Соответственно, здесь мы можем обновиться, да, то есть видим наше сообщение. Значит, ну, а нас интересует что? Сам output, да, и сообщение, которое у нас здесь. Вот наше сообщение появилось в другом топике. Поэтому, значит, вот наше приложение сейчас, да, стриминговое, то есть что оно делает? То есть оно у нас с вами слушает один топик, да, то есть берет оттуда сообщение и перегружает в другой топик. Собственно говоря, мы это видим сейчас на экране. Ну и, соответственно, предыдущие сообщения, которые я отправлял и ждал от этого, какие-то логи в своем приложении Spark, да, там, и почему-то их не дождался. Вот, ну, так или иначе, Spark тут свое дело сделал, все отработал и все нужно нам переслал. Так, коллеги, слушаю ваш вопрос. Да нет, смотрите, Марк, дело в том, что сейчас нет такой потребности у меня, да, то есть выдать вам какую-то продакшн-концепцию. Разумеется, я вообще говорю, как бы, да, то есть что в некоторых моментах, да, то есть Spark стриминг, да, он даже не то, что в продакшне там неудобен, да, а вообще, в принципе, как инструмент архитектурно, да, то есть вы должны определиться с вашей задачей. Вот, я просто сейчас показал некую возможность, да, то есть что вы можете ведь не обязательно записывать в топик, вы можете записать в базу данных, можете куда угодно. Ну, у меня, если брать именно конкретно мою задачу, то у меня именно на Spark стриминге сейчас кейсов нет в проекте. Вот, соответственно, мне приходилось делать один вариант такого проекта, когда именно с HDFS мне необходимо было выслушивать некоторые файлы, которые там появлялись с определенной периодичностью, это была не очень большая нагрузка, то есть мне надо было где-то стримить, ну, в течение часа, например, определенный объем данных, вот, и, соответственно, с этими данными я их, проводя трансформацию, загружал в HDFS, в другую папочку с определенными трансформациями и с некоторыми джойнами по другим источникам. Поэтому чисто технически кейсы использования Spark стриминга, разумеется, есть. Если вам нужно на лету обработать какие-то данные и Spark стриминг у вас является инструментом, который вам может это сделать, то почему нет? Антон спрашивает, может ли быть потоковое приложение как альтернатива REST API? Подаем данные, получаем результаты без создания веб-апи, потоковое приложение, это здорово. Спасибо. Ну, смотрите, ведь вы как бы задаете вопрос, на который я всегда отвечаю, можно. Вот, все, что технически описывается, да, то есть чисто технически можно сделать. И если вы говорите про именно такой вот потоковый сервис, неважно, чему альтернативы, да, там, REST API, ну, а почему нет. Если у вас чисто технически с потоком ваших запросов, которые вы сейчас принимаете на REST API, то есть можете спокойно поручить Spark, да, с учетом тех ограничений, которые мы с вами изначально обговорили, то, ну, почему нет. Это архитектурное решение, ради бога, то есть, почему нет. То есть, по крайней мере, это все работает. Единственное, что у Spark в стриминге, ну, я скажу честно, да, то есть у него очень много конкурентов. Вот, и в частности, вот даже, ну, вот в нашей компании, в Beeline, ну, конечно, если нужно запилить стрим, то для этого, конечно, используется больше, в большей степени, флинг, вот, но я же понимаю, что могут быть разные кейсы, да, там, и, например, и флинг тот же самый может быть недоступен. Если он не развернут архитектурно у вас на площадке, да, там, на вашей, вот, на корпоративной, да, то чисто технически, а Spark присутствует, то, конечно, Spark может тем инструментом быть, которым он обеспечит вот этот функционал вполне себе. Коллеги, вы пока можете продумать ваши вопросы дальнейшие. Дело в том, что у нас еще не самый конец. Есть еще некоторая штука, про которую я вам еще хотел рассказать. Так, я вернусь в презенташечку. Значит, ну, да, кстати, у меня очень будет большая просьба заполнить опрос по возможности. Там в чатике у вас есть на него ссылочка. Да, это как раз тот слайд, который об этом напоминает. Хотел немножко все равно рассказать в качестве завершения, так как мы уже с вами все на границе тайминга, да, то есть рассказать немножко про процесс обучения, если все-таки решить и обратиться в Отус. Во-первых, хочу сказать, что на курсе вот у нас на спарке, на дата-инженерах, в общем, работают ребята действительно профессионалы, которые действительно занимаются практическими вещами. То есть у нас нет такого, да, что мы про какие-то теории рассказываем и с нами руками чего-то не трогаем. Поэтому все чистотехнически, да, обычно у нас сопоставляется, коррелируется с нашей непосредственной деятельностью. Само обучение у нас проходит по вечерам, да, то есть, соответственно, вне зависимости от того, успели вы посетить или нет, да, все материалы, занятия, включая вебинар сам, разумеется, вам будет доступен. Вот, ну и надо тут сказать, что у вас и проектная работа, и домашние задания, если вы будете учиться, да, то есть они будут иметь обязательно тоже какой-то прикладной момент, да, то есть который вам поможет в дальнейшем сориентироваться в, ну, что называется, в реальной работе. Ну, да, это вот наш преподавательский состав, один из представленных элементов, и есть, собственно говоря, я. Некоторым бонусом, да, смотрите, небольшая карьерная информация по поводу того, у нас, так как занимаются коллеги, очень активно взаимодействуют с, ну, как бы с партнерами, то есть которые, а это крупные компании российские, то есть от Сбера, там, МТС, того же Билайна, там, или кого угодно, да, то есть и если, ну, необходим поиск сотрудников, то зачастую, да, то есть размещаются какие-то отдельные информации о вакансиях, куда вы, в общем-то, можете попробовать при желании, да, там, себя применить. Вот, и в частности, если мы говорим про июнь, да, то есть вот все, что касается дата инженеров, дата инженеров и вообще бигдата, да, то есть 1613 вакансий, то есть это очень большой рынок. Надо сказать, что я с тех пор, как, ну, как бы устроился, вот, на последнее свое место работы, это произошло уже почти два года назад, да, больше не, как бы, нисколько там нигде не обновлял, никаких резюме, ничего, но до сих пор, значит, периодически случаются такие случаи, что обращаются, как бы, вот, у меня все равно там где-то находят. То есть рынок очень такой, на самом деле, глубокий вот для этой профессии, для дата инженера, да, то есть и очень, ну, на самом деле, я считаю, что легко найти работу специалисту, который, ну, по крайней мере, хочет работать и заниматься. Причем деньги за это платят действительно не плохие, вот, и, ну, вот в качестве аналитической такой вот информации, да, то есть 180 тысяч, это такая некая медиана, да, там, ну, 190 почти, сейчас, ну, наверное, даже, может быть, уже и больше, вот, который работодатель готов оплачивать, ну, фактически на руки, получать, ну, человек, который, ну, в среднем, да, там, на медлах может уже рассчитывать на подобную сумму денег, вот. А если вы, как бы, будете рассматривать вот эти вот все вакансии, да, то, в принципе, все, что вы там видите из основного, то это, там, Hive, Spark, Yarn, приложение, там, да, HBase, введено в SQL-баз данных и прочие вещи, то есть они, как бы, все проходятся на курсе соответствующем. Поэтому вот все из того, что здесь, как бы, желтеньким подчеркнуто, да, там маленькая часть, на самом деле, самого объявления работодателя о работе, да, то есть, ну, вот 90% из того, что перечисляется, присутствует на курсе. И что самое главное, я еще хочу сказать так, что работодатели здесь иногда, ну, немножко, да, там, где-то даже завышают иногда требования, да, там, по количеству тех инструментов, которые вы должны знать. На самом деле все достаточно узко и прагматично, вот, и, в принципе, все, что необходимо на курсе рассматривать. Так, вот у Сергея еще один вопрос, да, то есть можете прокомментировать стриминг производительный или уступает, допустим, Kafka Connect. Так, ну, давайте говорить о том, что Kafka Connect все-таки, ну, вот, там, много можно сравнивать, да, там можно же брать разные инструменты. Ведь у вас Kafka Connect не может построить ETL-процесс. Kafka Connect что вам делает? То есть она берет из Kafka, да, и куда-то перекладывает. Это база данных, там, в Postgres можете положить, можете на HDFS. Kafka Connect в большинстве случаев у вас используется как некий такой ретранслятор, да, то есть вам нужно взять данные из Kafka и положить их для удобно читаемого вида, например, для того же Spark в бач-обработке, куда-нибудь на HDFS. Вот это вам сделает Spark Connect, точнее, Kafka Connect, да, а Spark Streaming вам делает другое, то есть он вам строит ETL-процесс, Extract Transform Load, да, то есть что это означает? То есть он вам дает трансформацию на уровне SQL в процессе, то есть Kafka Connect просто берет из одного места и кладет другое, а вам необходимо, да, то есть если сделать какую-то трансформацию с этими данными, то есть не просто их куда-то положить, а, например, попутно соединить с каким-то другим источником или с данными из другой базы данных, или с данными еще там откуда-то, да, или отфильтровать что-то, ну, каким-то умным образом, да, то есть или сформировать какой-то агрегат дополнительно к тем данным, которые вы, или вообще даже не данные копировать, а на уровне агрегата, потому что мы делали? Смотрите, да, то есть мы брали данные с HDFS и делали агрегацию, и я фактически на экран, да, а мог ту же самую Kafka класть, ну, не те же данные, а уже агрегаты, поэтому это совершенно как бы другое, поэтому еще раз говорю, что всегда вам нужно сесть и архитектурно поставить перед собой задачу, то есть что вам нужно? Если вам нужно переложить из одного топика Kafka в другой, то, что мы сегодня с вами делали, Spark Streaming, да, вам для этого не нужен от слова совсем, вы там можете самой Kafka это прекрасно реализовать без какого-либо дополнительного инструмента, вот, но ведь вся фишка-то этого заключается не в том, что мы взяли и переложили, а взяли, преобразовали и сохранили, причем можем не все, да, там, отфильтровать, там еще что-то сделать, преобразовать, навесить агрегат, ну, то есть все, что Spark умеет, весь функционал, вот он может находиться, весь этот функционал между процедурой чтения и процедурой записи, вот в этом и есть разница, вот, а производительность, ну, тут даже как бы не то слово, потому что производительные Kafka, ну, вы вряд ли найдете инструмент, но у Kafka же именно в этом вопрос, то есть донесение, максимальная скорость передачи информации, вот, то есть Spark это просто про другое. Вот, коллеги, давайте, давайте завершаться, наверное, ну, если вопросов каких-то критических больше нет. Значит, во-первых, спасибо, что вы пришли в этот вечер, я считаю, что мы с вами здорово пообщались. Я постарался вам дать такой задаток, да, то есть, ну, чтобы, если вы вдруг придете на обучение, да, чтобы вам не совсем было скучно там на теме про тот же стриминг там и Kafka, то есть вы там тоже будете много чего рассматривать. Поэтому приходите, мы, собственно говоря, вас ждем с нетерпением. Я вам желаю тем самым хорошего вечера, хорошего настроения, ну, и всяческих благ вам желают. Да, ну, на самом деле, действительно, Kafka больше такой инструмент, когда лазят вот именно на сервера, там, ну, тяжело. Обычно все порты закрыты, поэтому тяжело какую-то UI-ку всегда поставить. Поэтому это в основном для разработчиков, то есть какие-то локальные версии. А в продакшене, конечно, вы редко это найдете. Так. Да, все, коллеги, спасибо. Все, всем пока. Надеюсь, до встречи. Продолжение следует...